В ролике не будет Стилза, потому что тот еще в отпуске, но он попросил всех, кто не смотрел его ролик, обязательно его оценить. Ссылочка на который будет в описании под этим роликом. Как бороться со стереотипами о коронавирусе? В борьбе с вирусом могут помочь факты, но никак не страхи. Наши страхи формируются из-за недостатка знаний и информации о путях передачи. Методах лечения и способах профилактики нового коронавируса. Стереотипы и слухи подпитывают стигму и дискриминацию в отношении людей, затронутых коронавирусом, и препятствуют эффективной борьбе с его распространением. Почему стигма и дискриминация мешают в противодействии эпидемии? Боясь быть отвергнутым обществом и опасаясь карантина и госпитализации, многие люди могут скрывать свое плохое самочувствие, не обращаться за медицинской помощью и тем самым продолжать подвергать окружающих риску. Но как преодолеть стигму и дискриминацию? Аккуратно подбирайте слова. Избегайте формулировок о том, что граждане какой-то страны или жители отдельной местности – источник заболевания. Постарайтесь не преувеличивать и не обобщать. Правильно сформулированные слова. Болезнь, вызванная новым коронавирусом, COVID-19. Люди, затронутые коронавирусом. Люди с подозрением на коронавирус. Подтвержденный случай заболевания. В формулировке фраз, которые не стоит упоминать лишний раз. Китайский или же уханьский вирус. Новая чума. Неизлечимый, смертельно опасный. Жертвы вируса. Разносчик вируса. Заразить окружающих. Бросите вызов мифам. Постарайтесь спокойно и вежливо объяснить, почему не стоит верить мифам о коронавирусе, его происхождении, путях распространения, способах лечения и профилактике. И приведите аргументы со ссылками на проверенные источники информации. Избегайте сложных медицинских терминов и попробуйте сделать объяснение максимально простым и доступным. Постарайтесь никого не обвинять. Поиски нулевого пациента или критика определенной страны или же ее граждан не поможет в борьбе с вирусом. Будьте добрее. Неситесь с уважением и пониманием к тем, кто продолжает работать в условиях пандемии для обеспечения вашего комфорта, здоровья и безопасности. Поощряйте важность соблюдения мер предосторожности. Поговорите с родными, друзьями и коллегами об ответственном поведении во время эпидемии. Обсудите правила возможного карантина и покажите на своем примере, как правильно мыть руки, чихать и кашлять. А также вести себя в людных местах. И самое главное. У всех есть право на здоровье. Это право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, закрепленное в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Это право каждого человека, включая людей, живущих с коронавирусом или затронутых им, на профилактику и лечение, право принимать решения о своем здоровье и право на уважительное и достойное отношение без дискриминации. Спасибо большое, что посмотрели наш ролик. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Также вы можете посмотреть другие наши ролики о коронавирусе. Подписывайтесь, ставьте лайки.